всем привет мои друзья в преддверии 23 февраля я видите вышла в своей военной форме да это моя личная военная форма я три года служила советской армии как видите это женский китель здесь есть вытачки конечно китель уже у меня не застегивается я уже с тех пор конечно поправилась видите намного уже не сходится погоны у меня видите без ничего я была рядовой советской армии служила в инженерных войсках рубашка женская здесь тоже есть вытачки ну и вообще застегивается на женскую сторону у меня не сохранился галстук у меня есть галстук но галстук уже нынешней военной формы как многие знают цвет формы советской армии и российской армии они отличаются я не сохранила головной убор и у меня нету обуви хотя я даже не помню обувь я наверное и не получала мы не все получали женщины какие-то предметы там чулки обувь что-то еще мы не брали нам потом возвращали деньгами компенсацию на мне юбка наверное вам не видать сейчас опущу камеру на мне юбка такие складочки здесь есть кармашки она точка у меня не совсем сходятся ну что вы хотите конечно за это время прошу много времени я уже поправилась сейчас я присяду на диван и все вам расскажу камеру немножко опущу мои воинские документы военный билет и удостоверение военнослужащего все мои работы моя служба в армии записана конечно трудовую книжку сейчас прочитаю я вообще много лет работала в разных воинских организациях унр это управление начальника работ кэч квартирная эксплуатационная часть стройбат у меня строительное образование естественно я работала в этих организациях кто служил в армии я знаю эти аббревиатуры я дальше так и буду говорить кэч и унр вот восьмидесятом году принято на должность нормировщика воинская часть 62 557 это унр потом переведена войсковую часть 12 616 через два года в этой части служил мой муж и я к нему уже перевелась я как нитка за иголкой вот и там уже тоже техник нормировщик порядке перевода торжественно клятвенное обязательство дано торжественно клятвенное обязательство всегда писали всем вольнонаемным и уже в 1987 году в марте месяца уволена по собственному желанию в связи с переводом мужа на службу в другую местность это мы уже поехали германию муж немножко раньше пока получил квартиру и потом мы за ним поехали семьей с детьми через три месяца я устроилась в кэч полевая почта 54 381 принято на должность техника проектно смертной группы вообще работы было мало для жен военнослужащих многие сидели дома все должности военно наемных были для военно наемных которые приезжали из советского союза через военкомат если такая приезжала то мы жены военнослужащих были обязаны уступить им место и и поэтому мы я хоть и работала на на этой должности я все время прыгала с места на место уступала военно наемной поэтому кем я только не работала здесь хотя ну я так и и работала проектно смертной группе но официально меня переводили на всякие другие должности потом у нас открыли дома управления для жен военнослужащих вот и девяностом году в январе месяце я туда перевелась и еще четыре женщины из других отделов там света было вот аппарат у нас пять женщин было переведена на должность инженера до управления по крайней мере я вот работала не дергалась не переживала за место но в любом случае считайте всю весь период службы в германии я работала в качи вот потом но 90 год все знают там 90 91 год уже соединение двух германий берлинская стена пала ее распродавали по камушкам я все это видела все это знаю я бывала в берлине по крайней мере центр я знаю много пешком проходила вот и что дивизию стали выводить в тоцкая конечно мы с детьми поехали раньше вот я седьмой месяц 91 года я уехала советский союз муж еще остался там потому что надо вывозить технику в тоцкой все такое я приехала домой работы у нас в яузе не было куда не сунешься не сунешься нет работы не в теч не в нр не даже по гражданке ничего не могла найти стала городской центр занятости на учет качестве безработных муж приехал в тоцкая посмотрел как там дела обстоят и сказал что там служить не будет делай мне отношения чтобы я вернулся опять а я вас я проходила по воинским частям и в общем нашла его его взяли в инженерные войска вот именно сюда у нас был как заградительный батальон командир дал отношения я ему мужу переслала муж все быстренько сделал оформил и вернулся назад в аягуз продолжал продолжал службу уже в аягузе ну а я чуть безработная непривычно как бы и мне муж говорит у нас есть должность радиотелеграфиста согласишься пойдешь не хочу конечно пойду подумаешь ну пойду другие же работы я буду работать в общем не дали отношения с воинской части я пошла военкомат мне быстро все сделали военкомате работал муж моей подруги и он быстро все оформил но здесь я не буду показывать потому что здесь номера воинского билета хотя это конечно давнее время не буду показывать ну вот так есть только закрою номер билета фамилию вот мне оформили и в тот же день я пришла в часть мне оформили удостоверение личности военнослужащая женщина меня призвали радиотелеграфистом работа несложная там через по моему день-два или посидела на коммутаторе мне показали просто тумба огоньки светятся под каждой лампочкой стерженек кто-то позвонил лампочка загорелась я это стержень это провод соединяю куда надо вот если кто-то опять позвонил тоже у нас был позывной беззвучный я должна было ответить беззвучный вот мне говорят куда соединить я беру проводок включая туда куда надо звонок вот и так вот соединяешь если все равно запоминаешь что кто-то там уже долго разговаривает подключаешься к нему говорим или слышишь голоса что говорят или же тишина отключаешь вот в принципе это несложно но у нас бухгалтер очень часто выезжал домой у него были какие-то проблемы семейные то отпуск брала отпуск у военнослужащих 45 дней вот то еще что-то и командир поставил меня бухгалтером я сама начисляла зарплату сама выписывала деньги на чековые книжки сама ездила ну не сама конечно на камазе мне давали камаз солдат в охрану и ездила в банк получала деньги не сама потом раздавала эти деньги когда приезжала бухгалтер проверяла в общем ко мне нареканий не было ну я и так же все-таки работаю с цифрами работала и мне это все знакомо вот потом освободилась вместо у зампотеха писарем я перешла кто-то дел ну там тоже не сложно привозили пачку паспортов на машины или нужно было тоже на учет какие-то поставить какие-то посмотреть что может списать какие-то запчасти в общем но все такое вот где какой ремонт где чего чем все это надо отслеживать все это надо заполнять и докладывать зомпотеху вот а зомпотех постоянно в парке но помог в парке меня я пару раз привлекали как строителям приглашали геодезиста и меня и мы с ним стали реперы для посадки еще двух хранилищ для техники это вот чисто какие-то разовые такие работы но все равно родное да знакомое вот ну а так основное конечно на коммутаторе девочки которые сидели на коммутаторе их никуда не привлекали мы не ходили на построение от нас не требовалось ношения формы вот потому что мы сидели в отдельной комнате на закрытые и никто нас не видел а уже другие кто там в секретке в санчасти библиотеке той же когда работала у зампотеха или бухгалтерия должна была носить форму вот и в то время мы каждое утро выходили на построение на развод и командир нам ставил какие-то задачи и даже один раз я стояла в наряде у нас в южном городке на входе было кпп и там есть комната для приема родителей солдата родители приезжали и вот нужно было их встретить обустроить чтобы они отдохнули в этой комнате там чай все такое и узнать кому они приехали доложить тому командиру куда они приехали сообщить все и это сама согласовать время когда там придет их сын там навстречу вот чем один раз такое было и еще у нас был какой-то праздник я ходила маршировать на плацу коробки женщин было такое сначала было обучение тренировка вот мы ходили я женщина высокая стояла в первых рядах вот и это самое маршировала и песни пели и это самое чем ну прикольно знаете нормально так как мне понравилось ну в общем любом случае потом когда 90 91 года начались вот это разделение республик нас предупредили что нам дают какой-то период времени я уже не помню что мы должны за это время определиться то ли мы принимаем присягу казахстана и остаемся дальше служить то ли мы ищем возможность куда-то перейти на другое место службы у нас же многие кто у нас были чеченцы молдаване или все в общем муж мой взял отпуск и поехал в екатеринбург там екатеринбурге уже служил его друг в генштабе муж к нему обратился и тот очень быстро тоже помог ему все сделать оформить документы и муж вернулся уже с листом что его перенаправляют екатеринбург на службу в общем здесь его уволили как-то там я уже не помню это закончил здесь службу там его приняли вот мы еще с семьей с детьми жили еще в ябузе целый год я служила продолжала служить потому что екатеринбурге не было жилья мой муж сам жил в коптерке год прошел потом все-таки муж нас забрал и мы еще год жили в офицерском общежитии если кто смотрит из екатеринбурга это общежитие офицерское урал находится на улице ленина ленина восточная там офицерское общежитие мы еще там жили но у меня как раз дочка уже старшая подросла она поступила в техникум в техникуме и далее общежитие она там жила вторую дочь и пришлось оставить у мамы еще младшего света забрать с собой вот мы втроем жили в маленькой комнатушке пока нам дали квартиру ну здесь тоже были всякие нюансы еле-еле пробили но я как приехала в екатеринбург я сразу же пошла работать в кэч инженером по технике безопасности но другой должности не было что есть то и взяла и я уже была в курсе где какие квартиры строятся где куда чего дают и я всю эту информацию говорила мужу а муж по своим каналам в общем свои друзья пробивал это все но это уже отдельная история не буду но не совсем легко но мы все-таки добились нам дали четырехкомнатную квартиру и уже семьей мы все вместе стали жить в той квартире вот я квартиру это показывала уже она у меня есть на канале в общем встречи потом уволилась я уже освоилась в екатеринбурге я знала где чего как какие зарплаты и естественно я уже пошла на гражданку где что немножко больше платят я туда шла но все равно работал 35 лет в организации и потом если не добавляли деньги я переходила на другое место но уже в екатеринбурге я уже проработала двадцать с лишним лет инженером сметчиком это уже была моя основная профессия но в любом случае мы из семьи военнослужащего я сама военнослужащая муж военнослужащий дети выросли в военных городках меняли школы знаете это очень тяжело детям они привыкают на одном месте не появляется друзья и тут раз надо менять было много трагедии дети переживали но так надо было такая судьба у военнослужащих что делать в общем я с вами поделилась много рассказала без особых подробностей но что смогла поэтому дорогие мои мужчины военнослужащие и сейчас которые служат и которые уже отслужили ранее и жены военнослужащие и ваши дети и особенно женщины военнослужащие вас так редко поздравляют а я вас всех всех поздравляю я желаю вам мирного неба счастья семейного благополучия и всего всего самого наилучшего пусть все будет хорошо на этом я заканчиваю всем всего доброго всем пока пока пока